это итоги недели в студии максим кембель здравствуйте а вот заголовки уходящих 7 дней первое собрание последний звонок и цветочное искусство в беларуси официально признали профессию флорист что должен уметь специалист с пятым разрядом новые лица в армейском строю в стране проходит весенняя призывная кампания призывники вызваны для прохождения медицинского освидетельствования изменились ли требования к здоровью современный автопарк бобруйскую передали машины медицинской помощи мы укладываем деньги в то что нужно самое главное наших людей какие преимущества у джили м грант дела полезные в городе построить 9 детских площадок инициатива создания вот таких площадок она принадлежит непосредственно депутатам городского совета где пропишутся качели горки в поисках легких денег сети появились очередные виды мошенничества позвонили сказали что выиграл там сумму денег как распознать афериста возраст не помеха гнев земли и волна протестов десятки тысяч французов выражают недовольство за реформой пенсионной системы о чем сказались забастовки интеллектуальная элита президент вручил дипломы доктора науки аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам всего 356 белоруса прошлом году получили ученых звание степени 15 приглашены во дворец независимости их достижения заметны в медицине педагогики физики истории военном деле сельском хозяйстве представители разных сфер объединяет одно их труды это реальные технологии которые работают на благо государства это момент маятник качнулся в вашу сторону и надо использовать это время потому же завтра будет поздно завтра мир опять успокоиться будет почивать на лаврах на тех достижениях которые вы получили вот на сегодняшний момент тихо будет спокойно вольготно все будут жить жреть в заново перераспределенном мире мир будет другой это уже никто сегодня не оспаривает потом надо воспользоваться моментом воспользуемся будет результат но это основа нашей независимости если не будет движение вперед при том движение быстрого мощного толку не будет а ведь белорусам действительно есть чем гордиться подтверждение тому выставка беларусь интеллектуальная ее поручил организовать президент экспозицию оценили тысячи посетителей уже 16 февраля она начнет путешествовать по регионам 1 гомель снятый запрет пробный запуск и школьная пора для большинства учащихся занятия в этом году завершаться 31 мая когда пройдут выпускные вечера громкие итоги недели далее в специальном обзоре все белорусское народное собрание пройдет в апреле 2024 это новый конституционный орган за него белорусы проголосовали на республиканском референдуме по обновлению основного документа страны в нс будет утверждать главные направления внешней и внутренней политики государства а также концепцию и доктрину национальной безопасности первый пробный запуск второго энергоблока белос в сеть планируется в марте-апреле после этого специалистам предстоит провести большой объем физических электрических и других испытаний на различных режимах с поэтапным наращиванием мощности строительно-монтажные работы практически завершены сейчас идут пусконаладочные атомная электростанция уже позволила заместить 3 миллиарда 300 миллионов кубометров газа беларусь сняла ограничения на вывоз продовольствия в европейские страны в брестской области запрет не распространяется на польшу до конца года в гродненской товары можно транспортировать для личного пользования в том числе и в литву витебском регионе нововведения действуют и в отношении латвии но не польши ограничения напомним были введены в целях защиты внутреннего рынка мин образования анонсировала корректировки в учебную программу они коснутся четвертой четверти поскольку девятиклассники сдают испытания за базовую школу а одиннадцатиклассников ждет централизованный экзамен изменения по русскому и белорусскому а также литературам до 12 мая уроки заменят языковыми а после 14 числа наоборот для большинства школьников занятия завершатся 31 у учащихся 9 и 11 классов 25 в эту же дату предварительно пройдут и последние звонки выпускные вечера рекомендовано проводить 10 июня в беларуси официально появилась новая профессия флорист теперь ее можно указывать в договоре и в трудовой книжке специалист в зависимости от квалификации может иметь разряд для каждого свои требования третий предполагает умение разбираться в видах и названиях цветов и создавать простые композиции а пятый изготавливает декор стилевых особенностях протокольного свадебного траурного и праздничного оформления долг платежом красен в стране проходит весенняя призывная компания войска отправятся парни которым исполнилось 18 защищать родину не будут формате срочной службы или в резерве касается этой студентов первого курса вузов сельхозпрофиля всего в списках бобруйского военного комиссариата 1100 фамилий для граждан с высшим образованием нахождение в армейских рядах составит один год для всех остальных полтора плановое задание на отправку призывников поступит в начале марта этого года в рамках проводимых мероприятий призывники вызваны для прохождения медицинского освидетельствования а также для предоставления документов дающих право на предоставление различных видов отсрочек от призыва либо право на освобождение от призыва между тем в беларуси уточнили требования к здоровью для допуска к воинской службе к примеру в силу специальных операций теперь не берут мужчин с массой тела более 100 килограммов раньше максимальный вес был 90 конкретизированный и уровне определения годности при заболеваниях эндокриной и нервной систем расстройстве питания нарушение обменных процессов болезни глаз сердца кожи позвоночника при артериальной гипертензии и деформации стопы оперативно и качественно в могилевском регионе из бюджета выделено около 4 миллионов рублей на приобретение машин медицинской помощи скорой и реаномобили отправились в каждый район области в обруску передано 7 лиховушек марки джили современный и комфортабельный транспорт распределен по поликлиникам где пополнился автопарк расскажет ольга васинда доступная и качественная медицинская помощь одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения однако автопарк требует постоянного обновления могилевский облсполкома выделил из бюджета около 4 миллионов на приобретение машин специального назначения легковые скорые реанимобили и даже передвижной комплекс благодаря этому новый транспорт отправился в каждый район области результат нашей работы работы экономики нашей региона и результат того отношения государства которое нам оказывает системы здравоохранения образования в нашем социально ориентированном государстве мы вкладываем деньги в то что нужно самое главное наших людей мы системе здравоохранения придаем большое внимание и несколько раз собирались обсуждали различные подходы это создание нашей многоуровневой системы оказание медицинской помощи это строительство ремонт нашей больницы поликлиник бобруйск получил 7 легковушек маркет жили современный комфортабельный транспорт распределен между бцб детской больницей поликлиниками номер 1 2 3 6 и 7 плюсы модели м грант хороший уровень шумоизоляции экономичность потребления топлива и просторный салон авто оборудовано подушками безопасности климат-контролем парктрониками и камерами заднего вида медицинские работники выезжают к пациентам у которых ограничения по передвижению нетранспортабельным пациентам для оказания им медицинской помощи на дому сюда входят и консультации врачей специалистов проведение исследований на дому забор материала для проведения лабораторных исследований и снятия электрокардиограммы незадолго до этого банк развития в рамках поручения совмина подарил бобруйску два автомобиля купава их получила станция скорой и неотложной медицинской помощи микроавтобусы созданы на базе отечественного шасси масс в салоне удобное приемное устройство с тележкой каталкой механизмы фиксации носилок позволяет оперативно и без затруднений извлечь их и проводить необходимые манипуляции кроме того реанимобиль оснащен системой кислородной разводки ну и мы в целом видим внимание нашего государства к системе здравоохранения особенно видим то что нам ближе это внимание к здравоохранению нашего города к скорой помощи мы получаем новые автомобили пользуемся новым оборудованием это очень приятно бобруйску к слову первому передали современные скорые в рамках программы ускоренного развития городов с населением 80000 плюс по плану в этом году медики должны получить еще два специализированных автомобиля и столько же в 2024 ведь вовремя доехать до каждого пациента оказать качественную и своевременную медицинскую помощь главная задача специалистов ольга васянда станислав чечерин бобруйск 360 вопрос цены и качества в бобруйске продолжает работу профсоюзная телефонная линия сообщить можно завышение стоимости нарушениях сроков годности отсутствия конкретного товара проверки магазинах проводится ежемесячно списке 89 наименований продукции в том числе детское питание бакалея мясо и колбасные изделия связаться со специалистами можно по будням с 9 до 20 часов телефон на экране данные вносится в республиканскую программу мониторинга цен федерацию профсоюзов это все обрабатывается и тогда данные поступают уже в правительство республики беларусь федерация профсоюзов осуществляет и внеплановые мониторинги цен на товары повышенного спроса специалисты мониторит и ассортимент следят есть ли ажиотаж изменения хоть и незначительные фиксируют например сейчас пределах двух процентов цене выросли мука сметаны твердый сыр практически на том же уровне творог хлеб колбасы курица масло и яйца плюс подешевели крупы веселая пора в бобруйске появятся новые детские площадки для игр и занятий спортом с такой инициативой выступили депутаты городского и областного совета всего планах возвести 9 современных безопасных комплексов проекта уже в разработке доброму делу может присоединиться любой желающий с приходом весны в городе закипит работа а пока время строить планы разработки уже находится проектная документация новых детских площадок 9 игровых комплексов на двух из которых разместятся и спортивные зоны появятся во дворах на урицкого парковой минской горелика крылова орджоникидзе ульяновской и по проспекту строителей в изготовлении поможет фондок фабрика художественных изделий и другие предприятия инициатива создание вот таких площадок она принадлежит непосредственно депутатам городского совета которые в результате своих приемов встреч с избирателями они услышали со стороны избирателей необходимости восстановления в тех местах где площадки уже устарели новых площадок новые горки и качели не только заменят устаревшие но и появятся там где их вовсе нет в первую очередь в районах с большим количеством детей прототип проектов игровой комплекс на проспекте георгиевском которые установили летом прошлого года для ребят лесенки умные тренажеры песочница поле для баскетбола и футбола будущие площадки могут отличаться но сохранят главные критерии современно удобно безопасно благоустройстве всех игровых площадок и спортивных площадок могут принять участие жители микрорайонов период проведения субботников весной можно будет высаживать кусты деревья ровнять землю то есть каждая в силу своих возможностей может принять участие непосредственно в создании этих игровых площадок комфорт маленьких жителей всегда в фокусе внимания еще в ноябре во дворах города появились девять детских площадок домики с горками скалодром лестницы и турники все изделия из металла содержат защитные вставки из пластика и резины по стандартам безопасности такие игровые комплексы и подарок от бобруйского горы спалкома хотим поблагодарить город и жкх первомайского района за такую замечательную вот площадку время часто проводим здесь с внуками спасибо позаботиться об игровых площадках и зонах отдыха могут жители любого двора такое участие важно ведь тогда люди будут учить детей бережно относиться к ним появилось желание поучаствовать благоустройстве обращайтесь в жео совместными усилиями можно сделать любимый город еще уютнее карина гуревич максим галенка итоги недели от ремесленников до дизайнеров более двадцати трех тысяч самозанятых зарегистрировались в приложении пров доход уже оформлено более двухсот тысяч чеков на общую сумму около 18 миллионов новый налоговый режим который действует стране с начала года полностью дистанционные всю информацию плательщики фиксируют в телефоне нужды в кассовом оборудовании нет система доступна через appstore play market или официальный сайт мнс физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своем желании перейти на применение данного режима после этого она вправе осуществлять свою деятельность налог не исчисляется платильщиком он исчисляется налоговым органом и сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении самозанятые в том числе и ремесленники владельцы агроусаде фотографы репетиторы курьеры дизайнеры могут перейти на профдоход добровольно для тех кто зарабатывает до 60 тысяч рублей в год ставка 10 процентов если больше 20 для пенсионеров 48 также предоставляется вычет в 2000 рублей все следы в цифре мошенники из интернета продолжают наживаться на доверчивых белорусах 2022 аферисты украли более 18 миллионов рублей 17 процентов от всех правонарушений в стране приходится как раз на киберпреступления несмотря на такой послужной список злоумышленники придумывают новые сценарии обмана какие смотрите далее научно-технический прогресс не стоит на месте интернет давно и прочно вошел в жизни каждого человека но цифровизация имеет и обратную сторону современные технологии не только комфортно и новые проблемы для граждан которые становятся жертвами циничных мошенников это уже не борьба а война между добром и злом последнее как известно никогда не дремлет один из новых сценариев мессенджере приходит сообщение проголосуйте за моего ребенка отправить или якобы друг или родственник в самом тексте ссылка переходим по ней чтобы оставить свой голос необходимо ввести номер телефона затем полученный код после выполнения процедуры самая интересная часть постановки аккаунт взламывают и используют персональные данные для махинаций самый надежный способ защитить себя двухфакторная аутентификация или проще говоря несколько этапов входа первые логин и пароль и второй специальный код который приходит по смс или на электронную почту известная фраза красота требует жертв стало девизом и некоторых мошенников так от действий воров пострадали 20 девушек они хотели поучаствовать в престижном бьюти конкурсе при этом сами искали объявления в соцсетях и не зная того писали аферистом последние просили сделать видео визитку заключить договор и перечислить деньги за год набежала сумма свыше 46 тысяч рублей вы со своими близкими проводите беседы с пожилыми конечно с мамой с папой да обязательно с дочкой они у вас научные конечно обязательно позвонили сказали что выиграл там сумму денег так и так надо перестать этот как свои данные со своими пожилыми родственниками наблюдать за ними и объяснять что сегодня новые технологии к сожалению не только приносит пользу но и для мошенников хороший вклад по телефону просили предоставить информацию о карте и чем завершилась история но люди не верят последнее время присылали мне смс-ки на ваше имя получен перевод там то но я сразу чистила схема на которую может попасться каждый при оплате коммунальных услуг злоумышленники создают сайт визуально похоже на банковский и продвигает его в поисковых системах и соцсетях в итоге пользователи рискуют перейти на фишинговую страницу вот реквизитов карты чреват хищением денег со счета такие факты фиксируются по всей республике случае обнаружения поддельного ресурса стоит сделать скриншот и обратиться в милицию распознать поддельный сайт несложно достаточно обратить внимание на доменное имя рядом с официальным названием будет дополнительные символы кроме того многие разделы окажутся неактивными или при клике оповестят об ошибке вайбер один из самых популярных мессенджеров у преступников феврале на звонок решила ответить преподавательница одного из бобруйских колледжей на том конце интернет-провода человек представился сотрудникам милиции под предлогом предотвращения оформления кредита разузнал нужные данные и присвоил себе 10 тысяч рублей с карт счета женщины увд бобруского госполкома информирует чтобы не стать жертвой мошенничества нельзя переходить по сторонним ссылкам интернете не вводить свои личные персональные данные на незнакомых страницах прошлом году каждый второй случай мошенничества совершен через интернет чтобы не стать жертвой нужно помнить одно простое правило доверяй но проверяй ведь у киберпреступников нет ни стыда ни сожаления только выверенные действия манипуляторов для которых все остальные лишь объекты наживы карина гуревич максим галенка итоги недели мировая катастрофа массовое сокращение возрастной президент джо байден намерен участвовать в выборах на пост головы государства кто составит конкуренцию далее обзор громких заголовков мировых новостей количество погибших в результате землетрясений в турции и серии превысило 21 тысячу многие страны направили команды мчс для оказания помощи в зонах бедствия продолжают извлекать тела жертв надежду дают известия о спасении людей высокая сейсмическая активность коснулась и других государств подземные толчки магнитудой более пяти баллов были зафиксированы на сахалине в индонезии на марианских островах сша на тайване и в греции ученые считают что в ближайшие пять лет на планете увеличится число землетрясений джо байден намерен участвовать выборах на пост главы государства 2024 политик признался возраст перестал быть проблемой для этой цели ранее дональд трамп официально уведомил что снова поборется за победу к моменту голосования ему будет 78 а сопернику 81 а во движении своей кандидатуры собирается объявить и бывший пост пред сша при оон и экс-губернатор южной каролины ники хейли десятки тысяч французов вышли на улицы в разных городах страны чтобы выразить свое недовольство реформой пенсионной системы она предусматривает повышение минимального возраста ухода на покой с 62 до 64 лет это уже третья волна протестов с конца января манифестация приурочена к внесению законопроекта национальное собрание для дальнейшего рассмотрения и голосования забастовки сказались на работе общественного транспорта несмотря на неудобства многие пассажиры поддерживают митингующих американская корпорация боинг намерена в этом году сократить штат сотрудников на 2000 об оптимизации персонала также объявила компьютерная компания дел в январе о планах уволить 10 тысяч человек в 2023 сообщил и microsoft придется искать другие вакансии и 7 тысячам работникам уолт дисней реорганизация направлена на повышение прибыли организации на увольнении тысяч людей руководство рассчитывать сэкономить пять с половиной миллиардов долларов в москве открылась уникальная выставка дизайн под грифом секретно на ней представлены машины для первых лиц страны лимузин сталина и единственный чудом сохранившийся экземпляр легкового автомобиля высшего класса зил михаила горбачева плюс макеты современных авто представительского уровня проекта маруся кортеж и аурус также посетители могут ознакомиться с эскизами которые долгое время оставались в засекреченных архивах такими уходящие семь дней увидели корреспонденты бобруйск 360 я максим кембель новая неделя новые итоги увидимся